Я против легализации проституции. Много об этом говорят, но я считаю, что нравственность еще никто не отменял, легализовав проституцию. Я не думаю, что будет приходить больше денег в государственную казну, но хотя бы для подрастающего поколения это будет дурный пример, что это разрешено. Все-таки какие-то вещи должны быть под запретом. Да, сейчас много стриптиз-бара, много массажных салонов. Убирать их бессмысленно, потому что убирая их, их все равно будет много, они будут расти, как грибы на глазах. Но, в общем-то, выбор, ходить стриптиз-бара или не ходить, это выбор каждого. И даже все-таки в любом случае должно быть ограничение по возрасту. Я считаю, что оно есть, к счастью. Никто не пустит стриптиз-бар 15-летнего подростка, потому что никто не хочет на себя брать ответственность и понимать, что это чревато. Поэтому даже сейчас у нас такая детская акселерация, когда подросток может вырылить на 18-19 и прийти в стриптиз-бар, но это в любом случае его не затянет, потому что это удовольствие стоит денег. Это удовольствие не на каждый день. Запретный плод, он всегда сладок. Пусть сходят, посмотрят, но я опять же повторю, что это такие единичные случаи, потому что это абсолютно нет смысла ходить каждый день, любоваться голыми мужскими телами или голыми женскими телами. Поэтому я ничего ужасного в этих стриптиз-барах не вижу. Это опять же у кого какое желание, у кого какое времяпровождение. Что касается массажных салонов, то же самое. Допустим, да, много сейчас эротических массажных салонов, но опять же они, а это скрытая реклама, опять же никто не кричит об этом на каждом углу. Они конспирируются, шифруются, пусть лучше они шифруются, чем это будет. Опять же выглядит все вот так, как в Таиланде, когда тебе можно все. В любом случае ограничения, они обязаны быть, они должны быть, никуда от них не денешься. Это как-то ограничивает нашу молодежь от каких-то, ну таких уже, когда можно тебе все. Вот поэтому все это существует, но легализовать я ни в коем случае категорически против этого. Вот так, как оно сейчас есть, больше не надо.